Всем привет! Тема нашего сегодняшнего урока – удар слева двумя руками. Я снова возвращаюсь к такой очень важной ошибке при ударе слева двумя руками, как слишком закрытая плоскость ракетки на выносе. У закрытой плоскости может быть несколько причин. Первая и одна из самых распространенных – это слишком закрытые хватки. Ваша ближняя к мячу рука держит ракетку основанием ладони, упирается не в широкую грань ручки, а берет ракетку как бы снизу. Соответственно, ваша дальняя от мяча рука, ближняя к вам, берет слишком закрытую хватку, западную хватку, и у вас получается слишком закрытая плоскость на выносе, и вы как бы счесываете мяч. Бывает же еще распространена такая ошибка, когда у вас закрытая плоскость – это когда вы дальней от мяча кистью, ближней к вам, просто закрываете плоскость. Это грубая техническая ошибка. Приводит она к следующим проблемам. Во-первых, очень сильно уменьшается объем вашего удара, то есть расстояние вашего разгона. Соответственно, скорость вашей головки будет очень маленькая. И когда вы перейдете во взрослый теннис, то время после отскока мяча очень сильно сократится. И вам будет жизненно необходимо разгонять ракетку. А поскольку плоскость будет закрыта, то ваша головка в силу отсутствия супинации будет слишком медленной. При закрытой ракетке дальнее запястье от мяча, ближнее к вам, находится в очень большом тонусе, и его подвижность крайне мала. Соответственно, ваша основная рука, которая ближе к мячу, ваша ударная рука, теряет всю амплитуду движения на необходимой супинации. То есть, когда вы заводите руки под мяч, и вот в этот момент вам нужно развернуть предплечье перед выносом. Ближняя к вам рука не дает этого сделать. В силу того, что она закрыта. Просто физически она больше не может сгибаться. Для того, чтобы исправить этот удар и эту ошибку, вам нужно обязательно развернуть плоскость. Перед самым выносом вам необходимо сделать так, чтобы ваша головка была ниже запястья. Делайте это за счет супинации предплечья. Ваша ближняя к вам рука дальняя от мяча, соответственно, просто свободно сгибается. Она пустая. Она позволяет вам сделать это нехитрое движение. Дальше вы разворачиваете корпус с помощью бедра и выходите в точку удара. Если же вы вышли в точку удара закрытой плоскостью, вперед ваша ракетка идти больше не может. Она идет только вокруг себя. И, соответственно, мячик вы будете счесывать. Если будет высокий мячик, то головкой вы будете брать мяч вот в этом положении. А головка должна идти снизу через сторону. И пройти обязательно через положение, которое я называю через положение указки. Тогда скорость вашей головки, которая определяется именно скоростью вот этой точки, будет очень высокой. И время прохождения из замаха в точку удара и сквозь удар будет очень высоким. Следовательно, вы будете атаковать мяч, а не защищаться. Делать шаг на мяч, разгонять ракетку, выносить ее в точку удара, выпрямлять кисть и делать окончание. Сейчас я покажу, как я это делаю с мячом. Вот здесь вы давите на мяч. Сзади у вас происходит супинация. И головка все время давит на мяч, давая ему направление. Если я хочу подкрутить, я просто опущу чуть ниже головку и сыграю снизу вверх. Я ни в коем случае не буду закрывать плоскость, потому что в этом случае я просто выключу свою основную ударную руку. А если я буду это делать на протяжении длительного времени, то моя основная ударная рука для удара с двух рук просто разучится играть в теннис. И еще один очень-очень важный момент, почему нужно играть открытой плоскостью ракетки. Потому что когда вы движетесь к мячу в сторону, и вам необходимо погасить скорость ногами на остановке, если же у вас в этот момент закрыта плоскость, то весь ваш вынос пойдет наверх. Ракетка пойдет наверх, она не сможет пойти вперед. А ваше тело провалится в то направление, в котором вы двигались к мячу. Если же вы играете открытой ракеткой, то после того, как вы погасили скорость, подошли к мячу, а центр корта остался у вас сзади, дальняя часть ракетки, направляясь вперед, будет вытаскивать вас из удара. Будет начинать выход, движение выхода из удара. И вы на этом сэкономите большое количество времени и сил. Вот так вы провалитесь вперед. Если же открытой плоскостью, вы с помощью ракетки, с помощью предплечья и потом локтя выйдете из удара и спокойно вернетесь в середину корта. Надеюсь, мой совет вам помог. Задавайте еще вопросы по поводу удара слева. Я с удовольствием на них отвечу. С вами был Сергей Подоляк и я Андрей Меринов. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok